Сколько бы я не играл в доту и сколько бы роликов я о ней не делал, мне все равно удается найти в ней что-то новое и удивительное. Такое ощущение, что валвы заложили в эту игру столько всякого контента, что я буду делать эти ролики с фактами просто бесконечно. Ну, оно наверное и к лучшему, ибо мне саму дико доставляет находить что-то крутое в доте и делиться этим с вами. Ну, а перед тем как приступить, напоминаю вам о наших стандартных правилах. Узнал хоть что-то новенькое, поставил лайк, все факты оказались для тебя баянами, поставил дизлайк или просто закрыл ролик. Подобная схема ясно дает мне понять, какие ролики вам интересны, а какие нет, поэтому я очень на вас надеюсь. Ну, а вы присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чайку, хотя стоп. Зачем пить какой-то чай, если можно пить имбо энерджи? Это совершенно новый вид энергетиков, который разработан специально для геймеров. Продается он в таких вот зип-пакетах, внутри которых лежат пакетики поменьше. Собственно, берешь один из них, высыпаешь и заливаешь холодной водичкой. И вуаля, у вас есть целый стакан офигенно вкусного и, самое главное, газированного энергетика, которая реально работает и стоит значительно дешевле своих конкурентов в банках. И это не шутка, одна порция вам обойдется примерно в 47 рублей. Но и это еще не все. Имбо энерджи не содержит сахара, но при этом в нем есть витамины группы B, экстракт гуарана и корни женьшеня. Такой набор заметно бафнет вашу концентрацию и внимательность, а также придаст энергии для ночных каток и работы на дому. Сейчас это актуально как никогда. Ну и чуть не забыл, у имбы вышла гора новых вкусов. Оригинал, яблоко киви, мохито, вишня, клюква и оригинал микс. А на их сайте есть офигенные комбо. Например, 15 порций плюс шейкер обойдутся вам всего в 1100 рублей. А комбо из 6 пакетиков плюс шейкер вам отдадут за 790 рублей. Плюс есть особо крупные комбо, которые позволят вам сэкономить до 25%. А также дадут вам возможность поучаствовать в розыгрыше 40 призов. Кстати, при заказе от 1000 рублей доставка будет бесплатной, а по моему промокоду вы получите скидку в 10%. Открывает наш, так сказать, топ факт, касающийся антимага и одного его старинного сета. Речь идет о наборе, в котором глаза антимага закрывает специальная повязка. И я говорю не об этом сете, который вышел в 2016 и выглядит как новогодняя елка, а об этом. Он вышел в 2013 и выглядит вполне себе нормально, так что не путайте их. На первый взгляд в этом наборе нет ничего особенного. В простенький симпатичный сет, который сделан в сотрудничестве с проигроком по имени Бёрнинг. Однако же на самом деле в этом сете есть один скрытый момент, который заметить ну практически нереально. Лично я бы в жизни его не заметил, если бы меня не ткнули в эту деталь носом. В общем, интересует нас в этом сете повязка. Начнем с того, что скорее всего эта повязка, да и сама идея закрытия глаз подобным способом является отсылкой к антимагу из первой доты. Там у него была модель Элидана из Варкрафта, у которого в свою очередь тоже было что-то вроде повязки на глазах. На мой взгляд этот момент и так был очевидный, поэтому не будем на нем зацикливаться. Гораздо интереснее, что на этой повязке из сета скрыто либо какое-то послание, либо какой-то узор, но увидеть его можно только при определенных условиях. Для этого нужно взять антимага и пройти им через стенку Дарксира. После этого создается иллюзия, которая как раз нас интересует. Во-первых, смотрим на портрет иллюзии и портрет оригинала. На иллюзии теперь четко видно какой-то странный рисунок на повязке, когда как у оригинала нет ничего подобного. При более близком рассмотрении можно с уверенностью сказать, что это не какой-то визуальный баг, а вполне себе намеренно сделанный рисунок. Я долгое время пытался понять, что же там изображено. Сначала были мысли, что это какие-то иероглифы со скрытым посланием, но потом я понял, что скорее всего это просто узор, который изображает глаза. Да, именно глаза. Мне кажется, что вот этот вот круг представляет из себя око, а вот эта вот линия что-то вроде очертания бровей. Но вполне возможно, что я ошибаюсь, и это просто красивый узор. В любом случае, подобный момент сам по себе очень интересен. Спрятать подобным образом какую-то деталь, это просто гениально. К слову, на обычных иллюзиях от манты эти узоры тоже видны, но значительно хуже. Ну а если вам интересно, как можно добиться подобного эффекта при создании сета, то я думаю, тут все просто. Сама эта повязка имеет матовую текстуру, а узор глянцевую. Цвета при этом везде одинаковые, но при определенных условиях и свете глянцевый узор становится виден на фоне матовой текстуры, так что если занимаетесь созданием сетов для доты, берите себе на заметку. Ну а прислал данный факт Матвей Сычев, за что ему действительно большое спасибо. Следующий интересный момент снова касается косметического предмета, но на этот раз не сета, а одиночной имморталки, которая представляет из себя подводный шлем на Тайтхантера. Когда-то давно я уже рассказывал вам, что красный вентиль на этом шлеме, который еще и постоянно крутится, является отсылкой к ValveGuy, вот этим вот ребятам, которые появляются при включении всех старых игр от Valve. Кстати, ставь лайк, если тоже в детстве откладывал кирпичи от этого парня, особенно когда он начинал поворачиваться. Но вернемся к шмотке. Как оказалось, это далеко не единственная интересная деталь в этой шмотке. Несмотря на то, что она вышла целых 5 лет назад, я буквально недавно заметил несколько интересных моментов. Во-первых, тот самый вентиль на шлеме имеет одно любопытное свойство. Когда Тайт просто стоит на месте, он крутится медленно. Но если Тайт начнет передвигаться, то скорость кручения вентиля значительно увеличится. Также вентиль начнет крутиться быстрее от любого другого действия Тайда, будь то обычная атака или каст любого скилла. А во-вторых, данный Мортал Кэм меняет внешний вид первого скилла. Причем меняет весьма интересно. Во время каста Гаша открывается шлем, и из него вылетает поток воды вместе с кучей дохлой рыбы. И весьма интересно в этом моменте то, что с некоторой вероятностью Тайт может выплюнуть не только дохлую рыбу со скелетами, но и целую черепаху, что на мой взгляд весьма забавно. Но и это еще не все. В-третьих, у этой шмотки есть еще и золотая версия, которая выглядит весьма симпатично, и стоит всего лишь каких-то там 33 тысячи рублей. Мелочь, согласитесь. Однако у этого золотого шлема есть крайне интересное отличие. При касте первого скилла Тайт будет извергать не только дохлую рыбу с черепахами, но и кучей золотых монет в перемешку с самоцветами. Выглядит это очень красиво, причем занятно, что чем дальше мы стоим от цели, тем больше золота извергает Тайт. То есть если мы встанем совсем в упор, то золота практически не будет. В общем, вот столько интересных деталей таит в себе только одна имморталка на Тайда. Следующий интересный факт касается Вич-доктора и его озвучки. Причем речь идет именно о русской озвучке. Начнем мы с вами вот с чего. Скажите, вот когда вы играли за Вич-доктора, вам никогда не казался его голос знакомым? Не было ли у вас ощущения, что вы его уже много раз где-то слышали? Лично у меня было, и полагаю, не у меня одного. Собственно, почему же это могло произойти? Ответ тут весьма интересен. Все дело в том, что в русской озвучке Вич-доктора озвучивал никто иной, как Саймон Черный Перец. Если вам это имя ничего не говорит, то вы, наверное, никогда не слушали радио, поскольку именно он ведет шоу с Черным Перцем на радио Energy, который, мне кажется, слышал каждый. Особенно, если учесть, что совсем недавно на их официальном YouTube-канале вышло видео, где на шоу Черного Перца пришла группа Little Big. Этот ролик посмотрело миллион с лишним человек, однако никто из них не знал, что именно этот обаятельный молодой человек озвучил Вич-доктора во всеми любимые Дота 2. Ну, согласитесь, круто, что команда, которой занимается русская озвучка Доты, позвала для Вич-доктора не какого-то там чувака, чей голос мы постоянно слышим во множестве других фильмов, мультиков и сериалов, а они загнались и наняли такого колоритного радиоведущего, который, на мой взгляд, идеально подошел Вич-доктору. Да, его озвучка не очень похожа на оригинал, но как отдельно взятая озвучка, получилось просто шикарно. Говорят ведь, не навреди, а сами так и напрашиваются. Короче говоря, лично я, когда узнал, что он озвучил Вич-доктора, был приятно удивлен. Надеюсь, и вас этот факт тоже обрадует. Ну и недалеко отходя от Вич-доктора, вот еще один любопытный момент. Наверняка у вас хоть раз бывала такая ситуация, когда вы кидаете на своего врага Маледикт, а он уходит на ЛОХП, и вы таки сидите и думаете, догорит или не догорит. В общем, чтобы вы не сидели и не гадали, Валвы добавили Вич-доктору реплику, которая даст вам понять, умрет ваш оппонент от проклятия или нет. В общем, перед тем, как все объяснить, давайте вспомним, как вообще работает Маледикт. Во-первых, при попадании данное проклятие длится 12 секунд без таланта. При этом каждую секунду жертва получает 28 единиц магического урона, а раз в 4 секунды происходит тик, который наносит 40% от полученного жертвой урона. Всего таких тиков 3, и чтобы понять, умрет ваш соперник или нет, нужно внимательно слушать, что говорит ваш герой. Если последний тик урона будет выше 9% максимального здоровья, то на втором тике Вич-доктор скажет одну из этих двух фраз. Если вы слышите эти реплики, значит, ваша цель, скорее всего, вот-вот отправиться в таверну. Причем, неважно, видите вы ее или нет. Так что, если вы играете в доту без звука или с отключенными репликами, то вы много теряете. Ну и последний на сегодня факт касается одного достаточно знаменитого бага, о котором вы мне заспамили все комменты под прошлым роликом. Полагаю, все вы, наверное, знаете, что в доте есть такой странный баг, который позволяет Пуджом хукаить себе за спину. Выглядит он, собственно, вот так, а делается он очень просто. Достаточно просто кликнуть прожатым хуком по портрету своего героя, и тогда хук полетит либо вам за спину, либо куда-то там еще. Проблема этого абуза в том, что хук постоянно летит в разные стороны, в зависимости от вашего положения. И как бы предсказать траекторию его полета практически невозможно, что сильно усложняет использование этого абуза. Я понимаю, что вы все знаете об этом баге, поэтому выделять ему отдельное место было бы глупо, ведь этот баг стар как мир. Однако я решил его чуть глубже изучить и поделиться с вами своими наблюдениями. Начнем с того, что работает этот абуз на любом скилле, направленном на точку. То есть это и фиссура шейкера, и стрела мираны, и хук локверка, и хук тимбера, и копье марса, и сотни других скиллшотов. Причем какой-то конкретной закономерности в том, куда полетит ваш скилл, нет. И поэтому, как я уже сказал, абузить этот баг весьма сложно. Но почему это вообще происходит? Попробую вам объяснить. Все дело в том, что при клике скиллов по вашему портрету, они кастуются в самый центр вашего персонажа, то есть в центр вот этого вот круга. Это можно легко проверить, использовав второй скилл Лины подобным способом. Как вы видите, Лина оказывается в самом центре круга от второго скилла. Ну а когда мы кастуем какой-либо скиллшот типа хука пуджа в самый центр героя, то игра, видимо, никак не может решить, в какую сторону запустить способность. Ведь мы не даем ей прямой линии, по которой должен лететь скилл. Вместо этого мы даем игре точку, и поэтому скилл летит вообще неведомо куда из-за отсутствия направляющей линии. Если вы сейчас поняли все, что я сказал, то эти аплодисменты для вас. Я просто не знал, как еще объяснить, поэтому получилось только так. В любом случае, надеюсь, теперь вы знаете, почему этот баг вообще существует. Ну а перед тем, как закончить, напоминаю про наш уговор. Если вы узнали хоть что-то новенькое, то не забудьте про лайк. Ну а если вы не хотите пропускать новые ролики, то не забудьте про колокольчик. Ну а я с вами, друзья, не прощаюсь, и еще услышимся.